Церковь не только призывает отказаться от абортов, но и реально помогает женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Предоставляет крышу над головой, помогает разобраться в материальных и психологических проблемах, начать новую жизнь. О том, как это происходит в Нижегородской епархии, расскажут наши коллеги. Кризисный центр помощи семье и детям «Быть мамой» открыт усилиями Нижегородской епархии и работает с 2012 года. С тех пор потребность в нем не ослабевает. В ситуациях, когда молодые мамы остаются один на один со своей бедой, они находят здесь тепло и кров, заботу и помощь. Сейчас в этом доме живут 9 женщин и 14 детей. У нас в штате на данный момент из узких специалистов это социальный работник, который составляет планы реабилитации, и также детский психолог. Медобслуживание оказывают как раз сотрудники местного здравпункта Зеленого города. То есть мы находимся под постоянным наблюдением всех необходимых специалистов. Почему наши подопечные попадают сюда? Вот мы видим, что очень много у нас бывает выпускников детских домов, которые по тем или иным причинам оказываются без собственного жилья или стоят на очереди, или в результате каких-то жизненных ошибок, не разобравшись в своей личной жизни, девушки оказываются подчас на улицах. Причина всех этих вещей – это, конечно же, незнание закона Божия, жить по страстям. Грех всегда порождает такую вот болезнь. При ожидании ребенка или в ежедневных заботах о малыше просто невозможно заниматься поиском жилья, восстановлением своих прав или документов. Жизнь сразу заходит в тупик. Для сегодняшних подопечных центра «Быть мамой» этот кризис решен, пусть и временно. Родные родители, еще в детстве, когда я была маленькая, от меня отказались. Потом мне стали приемные родители, а приемные родители, когда я забеременела, сказали «иди на улицу, гуляй». Вот, справлялась с проблемой, работала беременна до восьмого месяца. Родила я с ним, тоже работала, ходила. Потом попала сюда, узнала об этом центре. Здесь очень спокойно, когда я приехала, стоять от Восьмеры очень хорошие, все коллективы очень дружные. У ребенка у меня встала улыбаться, всех обнимает, целует, невеста здесь делит. Мы приехали совершенно недавно. У нас военный городок, квартира служебная, то есть собственности своего жилья нет. Муж работать не хочет, занимается своей личной жизнью, поэтому мы сюда приехали. И настроение совершенно другое. Может быть, у нас атмосфера дома была немножко напряженная, а здесь спокойно. И ребенок, замечаю, тоже спокойно становится. Учим буквы, прописи. С психологом занимается, очень нравится тоже. Интересные разные игры, задают задания. Мамы и дети находят в этом доме не только все, что нужно для жизни, но и круг общения. Подопечные стараются помогать друг другу. Вместе ведут хозяйство, по очереди дежурят на кухне. У Натальи трое детей. Младшей Дашеньке, которая всегда на руках, пять месяцев. Но главная радость – близка перспектива обрести свой дом. Я никогда не предполагала, что так будет. Или когда-то я попаду сюда. Ну, муж и выпивал, и поднимал руку. Ну, это все поправимо. Я просто терпела до последнего, а потом просто взяла вещи и ушла никуда. Спасибо батюшке, спасибо директорам, которые помогли, взяли меня сюда. И вот они мне помогли купить квартиру. Сейчас идет сделка. План – это квартира. Отдать детей Настеньку и Артема-старшего в садик. Ему три года, ей два года. И как раз в садик они пойдут, где я буду жить. Конечно, каждая из подопечных мечтает о своем доме. Как бы ни было хорошо и надежно в центре быть мамой, главное – вернуться к самостоятельной жизни. Этот процесс часто растягивается на многие месяцы. Женщины оказываются здесь в силу действительно очень тяжелых жизненных ситуаций, жизненных, подчас, ошибок, которые очень сильно изменяют состояние их души. И в момент этого кризиса люди просто не способны понять каких-то слов, увещаний, советов даже житейских. Им нужно просто дать помочь именно осмотреться, остановиться. Здесь мы делаем все, чтобы наши подопечные обрели новые жизненные смыслы. Мамы стараются проводить время интересно. Играют, читают, рисуют, мастерят, готовятся к праздникам, отмечают дни рождения. А еще встречаются с отцом Михаилом, приобретают опыт духовной жизни. А значит, растут вместе с детьми. И каждая из подопечных центра верит, что ее ждет светлое будущее.